Привет, друзья! Вот сегодня я хочу вам показать вот этот домик. Двухэтажный домик. На продажу выставлен. Вот он, как мне сказали, нуждается в модернизации. Вот видите, он продается. Вот здесь сто лет никто не жил. Вот такая вот снаружи здесь у него территория. Вот два этажа. Сейчас я вам его покажу, друзья. Вот. Как бы снаружи он смотрится намного лучше, чем внутри. Но тем не менее, вот я вам покажу, что он из себя представляет. Он уже давным-давно... Это вот входная дверь. Он уже давным-давно, я так понимаю, никто здесь не жил, не ремонтировался. Это ведь и страсть какая! Но это бы еще ладно. Вот когда мы заходим дальше, вот здесь вот требуется ковролин, как вы понимаете. Вот. Первый этаж. Здесь вот такая вот типа столовая комната. Вот. Тоже требует ремонта. вот мы проходим дальше. Это кухня. Такая вот. Представляете, в каком это все виде. вот на первом этаже у него получается вот такая вот кухня большая. Из кухни выход. Это называется ванная комната. ванная комната. Но здесь ванной нет, а есть только душ. Вот видите. Вот. Хотя душа тоже не наблюдается. В общем-то, надо все модернизировать. Вот опять старая раковина. и вот такой вот унитаз. Это вот что касается... Вот опять, видите, страсть точно такая же, как у меня в квартире. Этот жуткий обогреватель электрический. Боже, боже, боже. Вот. Из кухни у нас можно выйти во двор. Это уже называется внутренний дворик такой вот здесь. Вот. Вот это туда вот. Выход на улицу можно выйти. Вот здесь вот. Такой вот садик. Тоже все это в таком состоянии, как вы понимаете. В заброшенном. Давным-давно никто не жил. Но вы знаете, он предлагается по очень хорошей цене. Исходя из того, вот видите, здесь вот какие-то еще какие-то еще построечки небольшие. Это можно все преобразить. Вот с противоположной стороны он так смотрится. Вот видите. Вот. Можно все преобразить. И все бы было неплохо. Но так он стоит 85 тысяч фунтов для такой огромной площади двухэтажной в двух уровнях дом с тремя спальнями наверху. Я их вам сейчас покажу. Все бы было замечательно. Я практически обрадовалась, что так хорошо. Это вот то, что я вам говорила. Люди покупают вот такое все забитое, разбитое, заброшенное, а потом модернизируют. А тут что, косметический ремонт? Ну, немножко что-то такое подделать, установить новую сантехнику и можно было бы его продать в два раза дороже. Но самое ужасное, друзья, как мне сказали, что вот он оседает. Самая большая у него большая проблема, что он проседает. Вот видите. Вот если вам видно, такая вот, ой, как вам показать. Короче, вот такая вот трещина идет. Вот. И она вьется по всему дому. Вот эта трещина. И она даже не только здесь, еще и вот здесь. Поэтому, так как он проседает, это, конечно, караул называется. Ну, ладно. Сейчас мы посмотрим второй этаж, друзья. Так. Ну, вот здесь вот вот эта вот лестница наверх. А вот эту комнату я вам тоже не показала. Это еще вот такая вот типа зал. вот. По идее, понимаете, друзья, было бы все за такую цену, конечно, купить. Просто шикарно. Большое окно, хорошее. Ну, вот здесь вот этот их любимый камин. И все это, в принципе, выглядит неплохо. Вот если бы он не дал вот такую жуткую трещину, конечно. Сейчас мы поднимемся наверх. Я вам покажу еще три спальни. Это вот на первом этаже, как вы понимаете, да? Вот здесь вот кладовка тут под лестницей небольшая. Идем наверх. А вот мы поднялись наверх. И вот здесь вот получается, как написано, три три спальни. Вот это вот большая спальня вот такая с камином огромная. вы знаете, в принципе, она не совсем не страшная. Она выглядит неплохо. Как вы понимаете, здесь всего лишь на всего надо ее подштукатурить. Вот, может быть, обои какие-то поклеить. Вот, обычно у них дорого очень это вот окна менять. но здесь одно стекло, то есть обычно надо два стекла, двойное остекление, значит, и окна надо менять. Но этот камин сомневаюсь, что он работающий, типа моего. эта комната, конечно, вполне себе даже ничего. Вот из этой комнаты мы выходим. И здесь вот напротив еще одна комната. Вот такая. Вот такая. Тоже нужен ремонт. И тоже вы видите, что вот эта вот трещина, которую я вам показала снаружи. Вот она вьется по всему дому. Ой-ой-ой называется. То есть вот у него фундамент осел, поэтому его продают там, где уши, за 85 тысяч фунтов. И из этой вот второй спальни вот еще вот такая маленькая третья спаленка. Но это в принципе вы знаете даже я бы сказала, что это и не спаленка, даже какая-то типа гардеробной комнаты можно использовать. Потому что во-первых тут бойлер стоит, видите, почему они его сюда вскромостили мне абсолютно непонятно. Он обычно на кухне. Во-вторых здесь видите какой пол, потолок вот таким углом. Это тоже маразм. И вот опять вьются эти жуткие отрещины. Вот. Ну и потом здесь отопление вроде бы ладно батарея стоит. вот и потом видите разница пол. Здесь такой порожек тоже абсолютно неудобно. Ну то есть получается, что он в общем-то не трех, не три бедрума, не три спальни, а я так понимаю, что две спальни и гардеробная. И вот эти трещины везде страшные. Они конечно меня удивляют, друзья. Ой, а я подумала, что как бы было хорошо вот кого-то нанять, его немножко привести в порядок, вот такой заняться таким бизнесом, взять ипотеку, вложить допустим даже 20 тысяч фунтов вот на этот весь ремонт. Здесь можно на полу постелить ковролин, как вы понимаете, и все бы было замечательно. Площадь, там сделать прекрасный сад, все почистить. Можно было бы его продать, вы знаете, за 160 точно, то есть в два раза. Но так как вот он проседает, то есть это получается надо уже кого-то специалистов приглашать, чтобы давали какую-то консультацию, что там с крышей непонятно. Ой-ой-ой, друзья. Ну вот, друзья, я поговорила также сейчас пришли еще два человека, потому что выставлен дом на продажу, и вот у него много приходит желающих, потому что, как я уже сказала, конечно, очень хорошая цена. Ну вот, ребятки пришли, они сами ремонтируют, вот такая вот тоже бригада у них, трое человек, они сказали, не-не-не, здесь очень опасно, big dangerous по-английски скажем, ай-яй-яй, как жалко, вот так я вам показала, какие бывают здесь убитые дома, и вот такой бизнес очень многие, я еще удивилась, почему он стоит так долго на продажу, потому что если его цена 160 тысяч, он продается за 80, вы понимаете, то его должны были сразу схватить, а вот не хватает, потому что он проседает, ну, а на этом все, друзья, мой обзорчик, пишите свои комментарии, кому понравилось, всего доброго, пока-пока,